Русский исторический канал 365 дней ТВ представляет программу «Летопись веков». Сегодня 26 февраля. В этот день во всемирной истории. В 1266 году Карл граф Анжуйский в битве при Беневенто разбил короля Сицилии Манфрида. В 1658 заключен Роскельский мирный договор между Швецией и Данией. В 1802 родился французский писатель Виктор Гюго. В 1845 родился российский император Александр III. В 1880 российский физик Александр Столетов открыл явление фотоэффекта. В 1919 в США Большой каньон получил статус национального парка. В 1936 группа японских военных предприняла попытку государственного переворота. 26 февраля 1266 года Карл граф Анжуйский в битве при Беневенто разбил короля Сицилии Манфрида. Манфрид был внебрачным сыном императора Фридриха II из династии Гогенштауфенов. Только незадолго до смерти Фридрих женился на Бланке, матери Манфрида, чтобы обеспечить его права. Сразу после смерти отца в 1250 году 18-летний Манфрид стал наместником Сицилии и Южной Италии и сразу проявил таланты полководца и дипломата. Однако прибывший в Италию его сводный брат император Конрад, опасаясь влияния Манфрида, лишил его большей части владений и титулов. Четыре года спустя Конрад внезапно умер, завещав Сицилийский престол своему малолетнему сыну Конрадину. Но папа Иннокентий IV, ненавидевший всех Гогенштауфенов, не желал признавать его права. Папа уже вступил в тайную связь со многими сицилийскими вельможами, склоняя их на свою сторону. При их поддержке он прибыл на юг Италии и стал вести себя там как полновластный государь. Манфрид поднял восстание и сумел разгромить папские войска. В 1258 году до него дошли ложные слухи о смерти Конрадина, и он провозгласил себя королем Сицилии. Новый папа Урбан IV понял, что своими силами ему не одолеть Гогенштауфенов. В 1262 году он предложил сицилийскую корону Карлу Анжуйскому, брату французского короля Людовика. Карл охотно принял предложение. На Рождество в Риме собралось 30 тысяч воинов. В конце января 1266 года Анжуйское войско двинулось на юг. Манфрид не ожидал, что Карл так рано начнет поход и был застигнут врасплох. В конце февраля две армии встретились близ города Беневента. Пехоту Манфрида составляли сарацины и немецкие наемники. Тремя отрядами он стремительно напал на французов. Сарацины опрокинули вражескую пехоту, но сами были разбиты конницей анжуйцев. Французские рыцари выбивали немцев из седла, а сидевшие за их спиной пехотинцы соскакивали на землю и добивали поверженных. Когда Манфрид понял, что поражение неизбежно, он бросился в густые ряды неприятеля и вскоре погиб. Поскольку он умер отлученным от церкви, Манфрида нельзя было похоронить в церкви или на кладбище. Карл велел предать его тело земле у моста через речку Калоре. Каждый француз знак уважения к доблести короля принес на могилу камень. Груду, образовавшуюся из этих камней, стали называть «Скала-Рос». 26 февраля 1802 года родился французский писатель Виктор Гюго. Он был третьим сыном капитана, позднее генерала Наполеоновской армии. Родители Гюго мало жили вместе. Виктор воспитывался под сильным влиянием матери. Отец сумел завоевать любовь и восхищение сына лишь после смерти своей жены в 1821 году. В раннем детстве будущий писатель не получил систематического образования. Лишь в 12 лет он поступил в пансион Кордье, откуда перешел в знаменитый парижский лицей Людовика Великого. Там он впервые начал заниматься литературой, переводить и писать собственные стихи. По окончании лицея Виктор вместе с братьями предпринял издание журнала «Консерватер-литерер», где опубликовал свои первые сочинения. Стихи молодого поэта снискали одобрение короля Людовика XVIII. Гюго был награжден ежегодной рентой. Благодаря этому доходу он смог жениться. В раннем творчестве Гюго заметно влияние романтизма, а также готического романа. В Париже он познакомился со многими известными писателями, художниками и музыкантами, образовавшими кружок Синакль. В 30-е годы Гюго много писал для театра. Его пьесы «Эрнани» и «Король забавляется» вызвали настоящие баталии между сторонниками традиционного классического театра и новаторами, лидером которых стал Гюго. Несмотря на цензурные запреты, победа в конце концов осталась за приверженцами романтического театра. Еще большую славу Гюго принес его первый большой роман «Собор Парижской Богоматери», опубликованный в 1831 году. В нем он впервые продемонстрировал свой великолепный талант прозаика. Персонажи романа обрисованы посредством романтической символизации. Это исключительные характеры в чрезвычайных обстоятельствах. Эмоциональные связи возникают между ними мгновенно, а их гибель обусловлена роком. В 40-е годы Гюго стал признанным классиком французской литературы. Он был избран во французскую академию, получил титул «Пэра». В 1851 году Луи Наполеон Бонапарт совершил монархический переворот, и писатель в знак протеста эмигрировал в Бельгию. Именно в изгнании он создал знаменитые романы «Отверженные труженики моря, человек который смеется». Писал он и язвительные памфлеты, высмеивающие императора Наполеона III и его политику. После восстановления во Франции республики в 1870 году Гюго вернулся на родину. Там он прожил еще полтора десятилетия, окруженный всеобщей славой и почетом. В своем последнем романе, в 93-й год, он обратился к истории Великой Французской революции. Книги Гюго оказали глубокое влияние на многих его современников и потомков. Ими восхищались Лев Толстой и Достоевский. 26 февраля 1845 года родился российский император Александр III. Александр был вторым сыном императора Александра II. Наследником престола считался его старший брат Николай. Самого Александра готовили к традиционной для младших Романовых военной карьере. Поэтому он не получил особенно глубокого и разностороннего образования. Однако весной 1865 года Николай заболел и скоропостижно скончался, путешествуя по Европе. Когда Александр ухаживал за больным братом, он познакомился с его невестой, датской принцессой Дагмар. Через год она приняла православие и под именем Мария Федоровна стала женой Александра. К Александру, ставшему наследником, приставили лучших университетских профессоров. Один из них, правовед Константин Победоносцев, впоследствии был близким советником императора. Вскоре цесаревич начал принимать участие в государственных делах. В 70-е годы, во время русско-турецкой войны, командовал левым крылом российской армии. Гибель отца 1 марта 1881 года от рук террористов стала для Александра сильнейшим потрясением. Опасаясь покушений, первые годы своего царствования он провел в Гатчине под усиленной охраной войской полиции. В апреле 1881 года был издан манифест о незыблемости самодержавия. В нем провозглашалось, что император с верою в силу истину самодержавной власти будет ее утверждать и охранять для блага народного от всяких на нее поползновений. В рамках этого курса были отправлены в отставку либерально настроенные министры. Усилен административный контроль над печатью, судопроизводством, органами местного самоуправления. Был ограничен прием высшие учебные заведения выходцев из малоимущих слоев. Отменена автономия университетов. Вместе с тем в правлении Александра III бурно развивалась экономика России. Шел процесс модернизации страны. Удалось значительно улучшить состояние финансов, замедлилось дальнейшее увеличение государственного долга. Стабилизация финансовой сферы позволила начать подготовку к введению золотого рубля. Эту реформу министр финансов Сергей Юрьевич Витте завершил уже после смерти Александра III. Был принят ряд мер, облегчивших финансовое положение крестьян. Была создана фабричная инспекция, призванная защищать права промышленных рабочих. Во внешней политике император стремился к поддержанию баланса сил в Европе и остальном мире. Важным событием стало заключение союза с Францией в 1891 году. Александр твердо выступал за неучастие России в военных конфликтах. За это в официальной печати он получил прозвище «Миротворец». 26 февраля 1936 года группа японских военных предприняла попытку государственного переворота. В начале 20 века в японской армии стали набирать популярность идеи реформ под лозунгами национализма и социальной справедливости. Их сторонники стремились избавиться от массовой коррупции, всевластия, монополий, негативных последствий Великой депрессии. Главным идеологом этого движения стал философ Кита Икки, опубликовавший работу «Генеральный план переустройства Японии». Он предусматривал передачу всей власти императору, перестройку избирательной системы, ликвидацию политических партий, проведение аграрной реформы, введение ограничений на собственность. Особенно широко эти идеи распространились среди молодых офицеров, которые стали готовить план государственного переворота. Мятежники планировали организовать путь и при помощи военного министра склонить императора к назначению на пост премьер-министра генерала Мацаки, который разделял их взгляды. Это должно было стать переходной ступенью к установлению в стране непосредственной власти армии. Получив сведения о готовящемся мятеже, власти отдали приказ о переводе 1-й армейской дивизии столицы Токио. В ответ заговорщики начали восстание утром 26 февраля. Решительно настроенные военные заблокировали весь правительственный квартал от Министерства иностранных дел до территории Императорского дворца, а также от военного министерства до официальной резиденции правительства. На стороне мятежников было приблизительно полторы тысячи солдат и офицеров. Они произвели массовые аресты высокопоставленных сановников, некоторые из них были убиты. Руководители бунтовщиков организовывали собрания и выступали перед горожанами. Офицеры пытались придать своим лозунгам острую социальную направленность с явным антикапиталистическим звучанием. Важнейшие опорные пункты мятежников, особенно резиденция премьер-министра, здания парламента, генерального штаба были постепенно превращены в военные крепости. Военное министерство не могло занять какой бы то ни было определенной позиции, его деятельность была парализована. Бунтовщики могли без труда занять другие районы Токио. Но они были полны оптимизма и ожидали стихийного распространения восстания, по всей Японии. Через два дня в столицу удалось подтянуть верные правительству войска. Мятежникам предъявили ультиматуру. Их действие решительно осудил император. Перед штурмом утром 29 февраля большинство мятежников добровольно сложили оружие. Двое руководителей покончили жизнь самоубийством, еще несколько человек впоследствии были казнены. Но, несмотря на неудачу, путь 1936 года еще больше подорвал авторитет политических партий в Японии и усилил влияние армейских кругов. Страна взяла курс на дальнейшую милитаризацию, сближение с гитлеровской Германией. Летопись веков. Это история России и зарубежных стран. Смотрите каждый день на телеканале 365 дней ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok